Депутаты Думы Югры провели сегодня первое заседание в этом году. Парламентарии обсудили итоги предыдущего года. Он был успешным, в регионе удалось достичь рекордных показателей. Какие планы на 2024-й, расскажет Тимур Чешков. Первое заседание в этом году началось с рукопожатий и дружелюбных жестов. Депутаты заслушивают отчет о деятельности парламента за прошлый год. Решения, принятые в 2023-м, подтверждают статус Югры как социально ориентированного региона. За прошлый год депутаты Югры три раза вносили корректировку в сторону увеличения бюджета автономного округа. И, по сути дела, если брать абсолютные цифры, то за всю историю Югры, за 2023 год он рекордный. Поэтому я считаю, что округ уверенно прожил прошлый год и уверенно смотрит в текущий 2024-й. В течение года приняты новые меры поддержки отцовства, материнства и детства. Также социально незащищенных категорий граждан. Льготы вводились в соответствии с потребностями людей. В новом 2024-м, объявленном президентом, годом семьи, а в округе годом взаимопомощи, работа усилится. Особенно в помощи участникам СВО и их семьям. Практически на каждом заседании Думы какую-то дополнительную меру поддержки или для участника специальной военной операции, или для членов их семей приводим дополнительно. Поэтому это будет являться приоритетом и на этот год, но и, естественно, обеспечение социально ориентированного бюджета. А это значит, больше половины средств из казны будут направлять на сферы культуры, здравоохранения, строительства и образования. Например, сейчас в округе строят 13 новых учебных заведений. Еще в 19 объектах начнется капитальный ремонт. Не забудут и про крупные инвестиционные проекты. Особая экономическая зона в Нягоне, научно-технический центр в Сургуте и второй мост через Обь. Тимур Чешков, Александр Шимолин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.